Здравствуйте! Вы на канале 7дач. С вами Татьяна. Сегодня я хочу вам показать, как я буду делать уличный рукомойник для дачи. Для изготовления рукомойника нам понадобится 5-литровая пластиковая бутылка, быстросъёмный соединитель для шланга с клапаном, корпус от маркера, водостойки клей и пластилин. Первым делом разберём маркер. Нам понадобится его корпус. Вот так. А теперь мы разбираем соединитель. Нам нужно будет доработать клапан. Снимаем аккуратно резинку. Этот клапан будет открывать и перекрывать воду в нашем рукомойнике. Теперь нам надо доработать клапан. Его нам надо удлинить и утяжелить. Удлинять мы его будем корпусом маркера. Для этого нам нужно клапан вставить в корпус маркера. Но нам не дают выступа. Для этого мы их сейчас откусим кусачками. Теперь утяжеляем корпус маркера пластилином. Можно использовать песок или любые мелкие металлические предметы. Я утяжеляю клапан пластилином. Утяжелённый клапан будет эффективнее перекрывать воду. Как видите, мы оставили место для клапана. Теперь мы должны вставить клапан и залить его водостойким клеем. Я заливаю водостойким клеем титан. Также можно использовать любой другой водостойкий клей. И оставляем до полного высыхания. Пока сохнет клапан, займёмся крышкой и соединителем. Нам нужно встроить соединитель в крышку бутылки. Для этого нам необходимо сделать отверстие в крышке по диаметру вот этой резьбы. Отверстие можно просверлить или проплавить паяльником. Теперь соединитель вставляем в отверстие крышки резьбой вовнутрь. И предварительно промазываем резьбу соединителя любым водостойким клеем или водостойким герметиком. И закручиваем соединитель изнутри крышки. У нас получается вот такая деталь. Даём клею высохнуть. После того, как клей высох, клапан вставляем в соединитель. И одеваем на место резинку. Теперь клапан не выскакивает. Итак, крышка с клапаном у нас готова. Теперь займёмся бутылкой. Для того, чтобы заливать воду в бутылку, нам необходимо сделать отверстие в дне самой бутылки. Можно сделать в центре. Вырезать ножиком, ножницами или прожечь. Итак, мы сделали отверстие. Теперь нам понадобится горлышко от пластиковой бутылки. Можно взять литровую или полуторалитровую. Это горлышко нам послужит в качестве крышки для отверстия, а также воронкой для того, чтобы заливать воду. Для подвеса бутылки нам понадобится 4 отрезка по 1,5 метра любой верёвки, бечёвки или шпагата. Все эти 4 отрезка мы привязываем к горловине. Каждый отрезок будет относиться к одной из 4 сторон. Теперь нам нужно закрепить и связать шпагат возле дна бутылки. Для этого нам понадобится скотч. После чего шпагат между собой связываем двойным узлом. Приблизительно в 20 сантиметрах от дна мы делаем общий узел и можно будет бутылку привязать к любой ветке любого дерева, где нам удобно. Нам остаётся прикрутить в крышку с клапаном к бутылке, подвесить бутылку и залить в неё воду. Проверяем работоспособность клапана. Вот так работает наш рукомойник. На этом всё. Подписывайтесь на канал 7дач. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...